Всем привет! В эфире Универ Ньюз и с вами я, Валерия Муратова. Обо всех самых свежих новостях студенчества узнаешь в сегодняшнем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Традиционно в стенах Института геологии и нефтегазовой технологии прошла ежегодная встреча с представителями крупнейшей российской нефтяной компании ТНГ Групп. Ведущие сотрудники прибыли в КФУ с целью поиска и привлечения молодых специалистов. Подробнее обо всем в следующем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 13 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся день ТНГ Групп, в рамках которого организация представила студентам программу об условиях работы для молодых специалистов. ООО ТНГ Групп является крупнейшей российской нефтесервисной компанией, проводящей геолога-геофизические работы для разведки и эксплуатации месторождения нефти и газа в большей части России. Мы проводим вот уже второй год подряд такую встречу и в принципе тот формат, который есть, он себя очень великолепно зарекомендовал, нам это нравится, нравится студентам, поэтому мы надеемся, что вот та работа, которая проводится, она будет положительной, принесет нам только что-то существенное. Компания ТНГ Групп существует уже более 65 лет и все это время они тесно сотрудничают с КФУ. На сегодняшний день в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий обучается 76 студентов, которые после окончания КФУ станут сотрудниками ООО ТНГ Групп. Вы знаете, такая компания, когда я приезжаю в Бугульмой, захожу в здание Треста, я мне кажется, что зашел на геофаг просто. То есть понятно, что у нас там столько наших поселеков работают, и очень связи во всех направлениях, в направлении образования, дополнительное образование, научные исследования, технологии, проведение различных работ, то есть мы во всем направлениям, где-то можно, с ними работаем. В Татарстане большое внимание уделяется проектам, которые реализуют молодые ребята. Правительство старается их поддерживать. Для этого был организован форум «Наш Татарстан». Подробнее в следующем сюжете. В скором времени стартует республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». Мероприятие организовано Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. Сейчас у вас есть возможность зарегистрировать свой проект для участия на одной из девяти площадок. Территория инноваций, территория архитектуры, территория культуры и искусства, территория предпринимательства, территория добра, территория элементов ситуационных центров, территория спорта, территория малой родины и территория гражданского общества. Сам по себе форум «Наш Татарстан» – это огромная возможность для молодежи. Кому-то счастливится, познакомится с каким-то инвестором и ему дают непосредственно финансы для того, чтобы реализовывать проекты. Кто-то находит определенные крутые связи, которые также помогают ему реализовать свой проект даже без вложений, хотя он думал, что может быть нужны эти вложения. Кто-то непосредственно находит просто друзей-единомышленников и проекты становятся намного обширнее, интереснее и качественнее. Руководителем площадки территории инноваций является ведущий ученый Казанского федерального университета, руководитель приоритетного направления КФУ «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев. Регистрация открыта до 25 марта. Лучшие проекты по каждой из площадок будут отобраны для участия в очном этапе, на котором определятся победители. В мае пройдет финальная выставка проектов победителей. Их работы будут рекомендованы к участию в окружных и федеральных форумах. В рамках мероприятия организованы экспертные круглые столы, семинары, мастер-классы и лекции. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. 13 марта в главном здании Казанского федерального университета прошла лекция лауреата премии президента Российской Федерации Юрия Крупнова на тему «Россия в мире через 10 лет. Тренды, проблемы, проекты». Подробнее о ней в следующем сюжете. Институт международных отношений Казанского федерального университета в очередной раз организовал лекцию для научных сотрудников КФУ. В этот раз перед ними выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Лауреат премии президента Российской Федерации в области образования Юрий Крупнов. Выступление было посвящено судьбе России в мире в ближайшие годы. Тема сегодня, которую мы заявили, Россия в мире через 10 лет, проблемы, тренды, проекты. Эта тема, соответственно, мною не рассматривается вообще в каких-то катастрофических и негативных сценариях. Не потому, что все замечательно и нам вообще нечем волноваться. Наоборот, я еще раз повторяю, я ни одному человеку не поверю, который скажет, что он гарантирует, что будет через год в России и в мире. Спикер старался наметить позитивные пути развития страны в ближайшие 10 лет. Однако, учитывал и отягчающий фактор уже существующих проблем в экономике, социальной сфере и промышленном производстве. Технологическая база следующего поколения, строение. Вы, кто знаете, кто бывает на заводах ВПК, соответственно, представляете прекрасно, что это героический подвиг еще остатков советского производства, советских мастеров, работников, рабочих, соответственно, и так далее. Но у нас нет технологической базы. Кроме вопросов экономики и производства был рассмотрен также вопрос появления новой молодой интеллигенции, который кажется спикеру не менее важным. Я абсолютно искренне считаю, что при всех ситуациях сегодня вопрос интеллигенции в России он ключевый. Потому что если мы не выйдем на серьезную интеллектуальную сверхконцентрацию, а это могут сделать только люди, которые подготовлены, которые служат своим наукам, служат знанию и понимают, что знание не связано ни с национальными границами, ни с какими. Это вопрос свободы мышления и свободы своей ответственности как интеллигента и представителей интеллигенции. Камиль Гемаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет – это не только высшее учебное заведение, но и место, в котором каждый может проявить себя. На базе университета существует множество творческих объединений, одним из которых является студенческий театр оригинального жанра ArtWiz. Подробнее о нем в следующем сюжете. Оригинальный жанр – это вид сценического искусства, который включает в себя театрализованную форму, реквизит, сюжет и интерактив. Может выступать в таких формах, как театр теней, театр света, театр пластики рук, пантомима, хора-однофразник. На данный момент театр ArtWiz насчитывает 20 участников. Руководителем является студентка пятого курса Химического института имени Бутлера Анастасия. У нас очень важно, чтобы это было похоже не на шоу, как мы привыкли смотреть на каких-то корпоративах, свадьбах или еще что-то. Нам очень важно, чтобы это была какая-то история. Каждым своим выступлением мы пытаемся донести какую-то мысль или какую-то идею для зрителя. Для нас очень важно получить от зрителя какие-то искренние эмоции и впечатления. У нас очень много ребят совершенно с разных направлений. Все мы чем-то раньше занимались. У нас есть танцоры, у нас есть ребята, которые занимались актерством, у нас есть певцы, у нас есть люди, которые занимались съемкой видео. Мы все пришли с разных направлений, и объединить нас в одну такую разношерстную компанию, что это в одно, могло только вот какой-то оригинальный жанр. Сама Анастасия приехала из Астрахани. На это ее сподвигло тяга к химии и теплое отношение к городу Казань. Анастасия старается успеть везде, где только можно. Коллектив студенческого театра выступает на таких мероприятиях, как День первокурсника, Студенческая весна, а также на концертах в рамках Химического института. Славится творческое объединение оригинального жанра своим театром теней, который каждый раз погружает зрителей в сказку и поражает их сердца. Тень, она обнажает все, она открывает человека, и получаются очень искренние номера, несмотря на то, что, казалось бы, зрители не видят самих актеров. И это очень сильно подкупает как зрителя, так и нас. Нам становится проще работать, мы становимся реально не просто коллективом, мы становимся семьей или командой. Театр «Артфиз» — это творчество, не имеющее границ, дружественная атмосфера и полет фантазий. Двери творческого объединения открыты для каждого. Татьяна Бухарина. На этом наш выпуск завершен. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе новостей. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова